Блаженный Августин. Исповедь. Книга 12. Часть 17. Дальше. Кто-то еще скажет, что земля и небо подходящее название для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил мудростью, то есть началом. Все, правда, сотворено не из самой божественной субстанции, а из ничего. Творение не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли оно, как вечная Божия обитель, или меняется, как душа и тело у человека. Общая для всего созданного, невидимого и видимого, материя, еще бесформенная, но способная принять форму, материя, из которой и будут созданы небо и земля, то есть невидимые и видимые создания, уже принявшие форму и обозначаются этими названиями, земля невидимая и неустроенная, и тьма над бездной. Тут только та разница, под землей невидимой и неустроенной следует понимать материю телесную, еще не оформленную, а под тьмой над бездной, духовную материю, до того, как был положен предел ее чрезмерной расплывчивости, расплывчатости, и она была озарена мудростью. Можно еще, пожалуй, при желании сказать, что земля и небо обозначают невидимую и видимую природу, еще до получения ими совершенной формы. Когда читаем в начале «Бог создал небо и землю», то этими словами называется еще бесформенный набросок мира, материя, способная принять форму и послужить материалом для творения. «Мир уже был в ней, но в состоянии хаотическом, безразличия в качествах и формах, упорядоченной и стройной, она называется небом и землей, первая — мир духовный, вторая — телесный». Выслушав все это и обдумав, я не хочу спорить о словах, это не приносит никакой пользы, а только расстраивает слушающих. Для увещания существует добрый закон, если кто законно им пользуется. Цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Наш учитель знал, каким двум заповедям возвести здесь законы пророков. «Я с жаром исповедую их, Боже мой, свет отчей моих в темноте». Чем же тогда помешает мне то, что эти слова можно понимать по-разному? Истина их несомненна. Чем, говорю я, помешает мне, если я иначе пойму писавшего, чем поймет другой? Все мы, читающие, конечно, силимся усвоить и уследить, что хотел сказать тот, кого мы читаем. Веря в его правдивость, мы не осмеливаемся думать, что он говорил заведомую ложь. Если каждый старается понять в священном писании мысли самого писавшего, то что плохого, если он увидит в них то, что ты, свет всех правдивых умов, показываешь ему как истину? Пусть даже тот, кого он читает, имел в виду иное. И он ведь понимал, в чем истина, хотя и понимал по-другому. Истина, Господи, что ты создал небо и землю. Истина, что начало есть мудрость твоя, которой ты сотворил все. Истина также, что в этом видимом мире есть две больших части – небо и земля. Этим кратким обозначением охватываются все созданные существа. Истина, что все изменяющееся подсказывает нам мысль о чем-то бесформенном, что может принять форму, изменяться и становиться разным. Истина, что не подвластно времени, настолько слившееся с неизменяемой формой, что и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истина, что для бесформенного, которое почти ничто, не может быть сменой времен. Истина, что вещество, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле получить название по предмету, из него сделанному. Поэтому и можно было назвать небом и землей любую бесформенную материю, из которой созданы небо и земля. Истина, что из всего принявшего форму, ближе всего к бесформенному, земля и бездна. Истина, что не только сотворенное и приобретшее форму, но все, что могло быть сотворено и могло принять форму, создал ты, от которого все. Истина, что все, получившее форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело форму. 20. Из всех истин, в которых не сомневаются те, чьему внутреннему глазу ты дал это видеть, и кто непоколебимо верит, что Моисей, слуга твой, говорил в духе истины, из всех этих истин один выбирает себе слова, вначале Бог создал небо и землю, и толкует их так, словом своим извечным, как Он Сам. 21. Бог создал мир умопостигаемый и мир чувственный, то есть и духовный, и телесный. 22. Другой говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает это иначе. 23. Словом своим извечным, как и Он Сам, Бог создал всю громаду этого телесного мира со всем, что мы на нем видим и знаем. 23. Третий говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает это еще иначе. 24. Словом своим извечным, как и Он Сам, Бог создал бесформенную материю для мира, духовного и телесного. 24. Четвертый говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает это еще иначе. 25. Словом своим извечным, как и Он Сам, Бог создал бесформенную материю для мира телесного, где еще в смешении находились и небо и земля, которые теперь, как мы видим, получили в громаде этого мира свое место и свою форму. 25. Пятый, говоря, вначале Бог создал небо и землю, понимает это так. 26. В самом начале Своего дела Бог создал бесформенную материю, содержавшую небо и землю в смешении. 27. Получив форму, они выдвинулись из нее и появились со всем, что на них. 27. То же самое относится и к пониманию следующих слов. 28. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной. 28. Из всех верных толкований один выбирает себе такое. 29. То телесное, что создал Бог, было еще бесформенной материи для существ телесных, беспорядочной и неосвященной. 29. Другой. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной. 30. Это значит, все, что называется небом и землей, было еще бесформенной и темной материи, из которой их создано, наше небо и земля наша, со всем. 31. Что на них познается телесными чувствами? 31. Земля была невидима и неустроена, и тьма была над бездной. 32. Это значит, все, что было названо небом и землей, было еще бесформенной и темной материи, 33. Из которой возникли умопостигаемое небо, в другом месте оно называется небом небес, 34. И земля, то есть все телесное, включая сюда и это наше земное небо, 34. Иначе говоря, имеется в виду материя, из которой возник весь видимый и невидимый мир. 34. Еще толкование. 35. Земля была невидима и неустроена, и тьма была над ней. 36. Писание назвало именем неба и земли вовсе не эту бесформенную материю. 36. Землей невидимой и неустроенной и темной бездной именует она то бесформенное, уже существовавшее. 37. Из чего, как сказано в Писании раньше, Бог создал небо и землю, то есть мир и духовный, и телесный. 38. Есть и другое толкование. 39. Земля была невидимой и неустроена, и тьма была над бездной, то есть нечто бесформенное было уже материей, 40. Из которой Бог, как сказано раньше в Писании, создал небо и землю. 39. То есть всю телесную мировую массу, разделенную на две огромных части, верхнюю и нижнюю, 40. Со всем, что на них создано, известно и привычно. 41. На два последних мнения кто-нибудь попытался бы, пожалуй, возразить так. 41. Если вы не желаете называть это бесформенную материю небом и землей, то значит было нечто, чего Бог не создал, 41. Чтобы из этого создать небо и землю. 42. Писание ведь не рассказывает о создании Богом этой материи. 42. Но мы можем думать, что когда сказано было вначале «Бог создал небо и землю», 43. То словами «небо и земля» или одним словом «земля» именно она и была обозначена. 43. И хотя в словах следующих «земля была невидимой и неустроена» Писанию, 44. И было угодно назвать так бесформенную материю, но под ней можно понимать только ту, которую создал Бог. 44. О ней и написано выше «Создал небо и землю». 45. Защитники тех двух мнений, которые я привел последними, или либо одного, либо другого, услышав это, ответят так. 45. Мы не отрицаем, что эта бесформенная материя создана Богом, Богом, от которого все очень хорошо. 46. Но скажем, что значительно лучше созданное в определенной форме и признаем менее хорошим, хотя и хорошим, то, в чем только заложена способность принять определенную форму. 47. Писание не упомянуло, что Бог создал эту бесформенную материю, как не упомянуло и многого другого, например, Херувимов, Серафимов и всех тех, кого раздельно называет апостол, престолы, господства, начальства, власти. 48. Они все, несомненно, созданы Богом. 48. Если слова «создал небо и землю» охватывает все созданное, то что сказать о водах, над которыми носился Дух Божий? 49. Если же под словом «земля», разумеется, и воды, то как принять название «земля» для бесформенной материи, когда мы видим, как прекрасны воды? 49. А если это принять, то почему написано, что из этой самой бесформенной материи создана твердь и названа небом, но ничего не написано о создании вод? 50. Они ведь не бесформенны и не скрыты от взора, мы видим, как прекрасны они в своем течении. 51. Если же получили они эту красоту, когда Бог сказал, да соберется вода, которая под твердью, и в этом собирании они и обрели форму, то что ответить о водах, находящихся над твердью? 51. Бесформенная, они не заслужили бы столь почетного места. Но какое слово дало им форму? Об этом не написано. 52. Поэтому если бытие и молчит о некоторых творениях Божиих, а то, что они сотворены Богом, не станет оспаривать ни правая вера, ни твердый разум, то ни одно здравое учение не осмелится сказать, что эти воды извечны, как Бог, на том основании, что они упомянуты в книге Бытия, но мы не найдем указания, когда они сотворены. 53. Почему же эту бесформенную материю, которую Писание называет землей, невидимой и неустроенной и мрачной бездной, не считать нам, как тому учит истина, созданной Богом из ничего, и поэтому не извечны, как Он, хотя в этом рассказе и пропущено сообщение о времени ее сотворения? 54. Выслушав эти возражения и вдумавшись в них, насколько хватает моих слабых сил, в этой слабости я исповедуюсь Тебе, Господи, хотя Ты ее и знаешь, я вижу следующее. 55. Так как некоторые вести сообщаются правдивыми вестниками с помощью символов, то тут могут возникнуть разногласия двоякого характера. Во-первых, относительно истины рассказа. Во-вторых, бывают разногласия о том, что хотел сообщить сам вестник. 56. Одно – доискиваться, что истина в рассказе о сотворении мира, и другое – какого понимания этих слов услушателей и читателей хотел Моисей, этот замечательный слуга о вере Твоей? 57. Что касается сомнений первого рода, то прочь от меня все, кто принимает ложь за истинное знание. Что касается сомнений второго рода, то прочь от меня все, кто думает, что Моисей говорил ложь. 57. Я хочу быть в Тебе, Господи, вместе с теми, кто питается истиной Твоей в полноте любви, и вместе с ними радоваться в Тебе. 58. Да приступим вместе к словам книги Твоей, и будем искать в них намерение Твое через намерение слуги Твоего, перу которого поручил Ты сообщить эти слова. 58. Но кто же из нас обнаружит именно это намерение среди стольких истин, допускающих, однако, разное толкование? 59. Кто с такой же уверенностью скажет, вот что думал Моисей, и он хочет, чтобы в таком смысле и поняли этот рассказ? 60. С какой уверенностью говорят, рассказ этот правдив, все равно так ли думал Моисей или иначе? 61. Вот, Господи, я раб Твой. Я принес Тебе в жертву эту исповедь мою, и прошу по милосердию Твоему исполнить обеты мои. 62. Могу ли я с такой же уверенностью, как говорю, что словом Своим, не знающим изменения, создал Ты все, видимое и невидимое, сказать, что ничего иного не имел в виду Моисей, когда писал «Вначале Бог создал небо и землю». 63. Если я вижу в свете истинной Твоей верность этого, то так ли вижу я и в Его уме мысли, с которыми Он писал это? 64. Он мог сказать в начале и думать в самом начале Творения, мог хотеть, чтобы земля и небо были поняты в этом месте не как природа и духовная и телесная, уже получившая форму и завершение, а как некое еще бесформенное начало той и другой. 65. Я вижу, что оба эти толкования могут быть верными, но что именно имел в виду Моисей, когда писал эти слова, я не вижу с той же ясностью. 66. Для меня, несомненно, одно такое или толкование, или какое другое, мной неусмотренное, представлялось умой этого великого человека, когда он произносил эти слова, но он видел истину и возвестил ее подобающим образом. 25. Пусть же никто не надоедает мне, говоря, Моисей думал не так, как ты говоришь, он думал так, как я говорю. 26. Если бы мне сказали, откуда ты знаешь, что Моисей думал именно так, как ты толкуешь его слова, то я бы обязан был спокойно это выслушать, я бы ответил, может быть, так же, как ответил выше, и даже несколько пространнее, если бы собеседник сдался не сразу. 27. Но когда мне говорят, он думал не так, как ты говоришь, а как я говорю, признавая при этом, что и мои слова правильны о жизни бедных. 28. Боже мой, в чьем лоне нет противоречий, пролей дождем в мое сердце кротость, чтобы терпеливо переносить мне таких людей. 29. Они говорят со мной так не потому, что вдохновлены свыше и увидели в сердце слуги твоего то, что говорят, а потому что они гордецы. 29. Они не знают мысли Моисея, они любят свою собственную, и не потому, что она истина, а потому, что она их собственная. 30. Иначе они бы в равной степени любили и чужую и истинную мысль, как я люблю слова их, когда они говорят истину. 31. Люблю не потому, что это их слова, а потому, что это истина. 31. А раз это истина, то она уже не их собственность. 32. Если бы они любили слова свои, потому что в них истина, слова эти были бы достоянием их и моим, ибо истиной сообща владеют все, кто любит истину. 32. Их же утверждение, что Моисей думал не так, как я говорю, а как они говорят, я отвергаю, оно мне противно, даже если это и так. 33. Это смелость не от знания, а от дерзости. 34. Его породило не видение, а спесь. 35. Потому, Господи, и надлежит трепетать перед судом Твоим. 36. Истина Твоя принадлежит не мне или еще кому-то, а всем нам, кого Ты призываешь к открытому общению в ней. 36. И грозно предупреждение Твое не держать ее как собственность, чтобы не лишиться ее. 37. Всякий, требующий только себе то, что Тобою предложено всем, желающий сделать своим то, что принадлежит всем, бывает отогнан от общего достояния к своему, то есть от истины ко лжи. 38. Ибо кто говорит ложь, говорит свое. 39. Прислушайся, самый добрый судья, Боже, сама истина, прислушайся, что я скажу этому спорщику, прислушайся. 40. Я говорю ведь перед Тобой и перед братьями моими, которые законно пользуются законом, завершая его в любви, прислушайся и посмотри, угодно ли тебе, что я ему скажу. 41. Я обращу к нему слово братское и мирное, если мы оба видим, что то, что ты говоришь, истина, и оба видим, что то, что я говорю, истина, то где, скажи, пожалуйста, мы ее видим? 42. Разумеется, ни я в тебе, ни ты во мне, но оба в той неизменной истине, которая выше нашего разума. 43. Если мы не спорим об этом свете, исходящем от Господа Бога нашего, зачем спорить нам о мыслях ближнего, если мы не можем видеть их так, как видим неизменную истину? 44. Если бы сам Моисей явился нам и сказал, вот что я думал, то ведь мы не увидели бы его мысли, а поверили бы ему. 45. Поэтому не сверх того, что написано, и не надо одному превозноситься перед другим. 46. Возлюбим Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой и всем разумением нашим и ближнего нашего, как самого себя. 47. Ради этих двух заповедей любви Моисей передумал все передуманное им в этих книгах. 48. Если мы ему не поверим, то мы сделаем лжецом Господа, предположив у раба его намерения иные, чем те, в которых наставил его Господь. 49. Посмотри же, как глупо при таком обилии бесспорно истинных мыслей, которые можно извлечь из этих писаний, безрассудно утверждать, что именно было главной мыслью Моисея, и опасными спорами оскорблять самая любовь, во имя которой все сказано тем, чьи слова мы пытаемся объяснить. 50. И однако, Боже мой, Ты, который поднимаешь меня смиренного, даешь отдых пруждающемуся, Ты, который слушаешь исповедь мою и отпускаешь грехи мои, Ты велишь ведь мне любить ближнего, как самого себя. 51. Поэтому я не могу поверить, чтобы Моисей, вернейший слуга Твой, получил от Тебя дар меньше, чем просил бы и хотел получить я, если бы родился в его время, и Ты поставил бы меня на это же место, в служении сердцем и словом дать людям эти книги, на пользу всем народам, на столько веков, на преодоление в целом мире всех лживых и гордых учений высотой своего авторитета. 52. Я хотел бы, будь я тогда Моисеем, всем из того же вещества. И что такое человек, если Ты не вспомнишь его? Будь я тогда тем же, что он и поручит Ты мне написать книгу бытия. 53. Я хотел бы получить от Тебя такую силу слова и такое умение ткать речи, чтобы и те, кто еще не в силах понять, каким образом творит Бог. 54. Не могли бы отвергнуть слов Моих, ссылаясь на то, что они превосходят их разумение. 55. Те же, кто это уже могут, находили бы в кратких словах слуги Твоего любую верную мысль, до которой они дошли собственным размышлением. 55. А если бы кто увидел в свете истины и другую мысль, то и ее можно было бы усмотреть в этих словах. 56. Как источник обильнее водой в маленькой котловинке своей и множеством ручьев орошает пространство более широкое, чем любой из этих ручьев, который, выйдя из этого источника, проходит по многим местам. 57. Так и рассказ возвещающего слова Твои, который послужит многим говорунам, струит узенькой струйкой потоки чистой истины, откуда каждый в меру своих сил извлекает один одну истину, другой другую. 58. Чтобы затем влочить ее по долгим словесным извивам. 58. Одни, читая или слушая эти слова, представляют себе Бога как бы человеком или хотя бы неким громадным телом, которое наделено неограниченной силой. 59. По неожиданному и внезапному решению Он создал вне себя, как бы на расстоянии, небо и землю, два больших тела, а одно вверху, другое внизу, где все и находится. 60. Когда они слышат, что Бог сказал, да будет это, и стало так, то они думают о словах, имевших начало и конец, прозвучавших во времени и умолкнувших. 61. А не умолкли, и возникло все, с чему павильона было возникнуть. 62. Таковы и другие подобные же мнения, предсказанные привычкой к телесному. 63. Совсем еще маленькие дети. Они в своей слабости успокаиваются на этих самых простых понятиях, как на материнской голове. 63. У них, однако, построено здание здравой веры. Они твердо стоят на том, что Бог создал всю природу, во всем ее удивительном разнообразии, которое воспринимают они своими чувствами. 64. Если же кто из них, исполнившись презрения к этим будто бы дешевым мыслям, высунется в своей глупой гордости из уютной колыбели, увы, несчастный падает. 65. И, Господи Боже, сжалься! Не дай прохожим растоптать неоперившегося птенца. Пошли ангела твоего, чтобы он положил его обратно в гнездо, пусть живет там, пока не научится летать. 66. Другие, для которых эти слова уже не гнездо, а тенистый сад, видят скрытые в нем плоды и радостно летая щебечут, ищут их и клюют. 67. Читая или слушая слова эти, они видят, что в недвижимом и вечном бытии Божием преодолены прошедшее и будущее, но что нет ни одного временного существа, тобою несозданного, что воля твоя, то есть ты, не знает перемены. 68. И ты создал все не по внезапно возникшему новому желанию. 69. Ты не создал из себя подобие свое, как образец для всего, но создал из ничего бесформенной материи, с тобою несходную, которая, однако, может приобрести форму, уподобляясь тебе и возвращаясь к тебе единому, насколько это возможно в меру тех способностей, которые определенны каждому в ряду однородных созданий. 69. И все очень хорошо, и то, что пребывает вокруг тебя, и то, что постепенно удаляясь от тебя, становится во времени и пространстве участником в прекрасном разнообразии мира. 70. Они видят это и радуются в свете истины твоей, насколько это в их силах. 71. Кто-нибудь из них остановит свое внимание на словах «вначале Бог сотворил» и сочтет началом мудрость, потому что она сама говорит нам. 71. Другой тоже остановит свое внимание на этих же словах и поймет начало как начальное возникновение сотворенного, как «во-первых, создал». 71. Среди тех, кто понимает начало как мудрость, которой ты сотворил небо и землю, один сочтет, что небо и земля означают материю, из которой можно было создать небо и землю, и которая получила одно имя с ними. 72. Другой, что это уже создание, получившее разную форму. 73. Третий, что под небом, разумеется, материя, имевшая форму и духовную, а под землей бесформенная масса телесной материи. 74. Те, кто думают, что небо и земля означают еще бесформенную материю, из которой потом образуются небо и земля, и об этом думают не одинаково. 75. По мнению одного, она послужила для создания веществ, существа разумных и чувствующих. 76. По мнению другого, только для этой телесной чувствующей массы, содержащей в своем огромном лоне видимые, воспринимаемые существа. 76. Разно думают и те, кто верит, что небом и землей назван миром. 77. Тот же, кто в начале сотворил, понимает только в смысле, во-первых сотворил, никак не сможет правильно понять, что такое небо и земля, если только он не понимает под этими словами материю для неба и земли, то есть для всего разумного и телесного мира. 77. Если же он считает эти слова обозначением мира, уже принявшего форму, то правильно было бы и его спросить, если Бог сделал это во-первых, что он делал во-вторых? 78. А так как вселенная уже сотворена, он не найдется, что ответить, и услышит неприятный для себя вопрос, а каким же образом во-первых, если ничего нет во-вторых? 79. Если же он скажет, что во-первых создана была материя бесформенная, которая уже потом приняла форму, то это ответ толковый, если только говорящий в состоянии разобраться, чему принадлежит первенство по вечности. 80. По времени, по выбору, по происхождению. По вечности – Бог, например, над всем. По времени – цветок, например, раньше плода. По выбору – плод, например, лучше цветка. По происхождению – звук, раньше пение. 80. Из-за помянутых мною четырех видов перевеса, первенства, очень трудно понять первые и последние. Два средних – очень легко. 80. Редко и очень трудно дается видение и созерцание Твоей вечности, Господи, творящей в неизменности своей изменяющиеся и поэтому имеющие первенство. 81. Кто обладает умом настолько острым, чтобы без большого труда понять, каким образом звук первенствует над пением? 81. Пение есть ведь оформленный звук. Существовать без формы что-то, конечно, может. Но как может принять форму то, чего нет? 81. Материи принадлежит первенство только относительно того, что из нее возникло. Она первенствующая не потому, что она делает, она ведь сама сделана, и не имеет первенства во времени. 81. И мы не начинаем во времени без форменных звуков, которые не являются пением, и которые мы потом уже приспособляем к песенной форме, или отделываем, как дерево для сундука или серебро для посуды. 81. Такой материал даже по времени раньше вещей из него сделанных. Но ведь с пением не так. 81. Когда поют, и мы слышим звук, то он не звучит сначала бесформенно, а затем уже в пении получает форму. 81. И как бы он не прозвучал, но он исчез. 81. И ты ничего тут не найдешь, что можно было бы вернуть и превратить в встроенное пение. 82. Пение все в звуках. Звуки – это его материя, которая придают форму, чтобы она стала пением. 83. Поэтому, как я и говорил, звук, то есть материя, имеет первенство над пением, звуком уже оформленным. 84. Но первенство не по способности делать. 84. Звук не создает пение. Издаваемый телесным органом, он подчиняется душе певца, дабы стать песней. 85. Нет у него первенства и во времени. Звук и пение одновременно. 86. Нет и по выбору. Звук не лучше пения, поскольку пение есть не только звук, но еще и красивый звук. 87. Он первенствующий происхождением. 87. Не пение приобретает форму, чтобы стать звуком, но звук приобретает форму, чтобы стать пением. 87. Из этого примера пусть кто может поймет, что материя создана во-первых, и названа небом и землей, потому что небо и земля из нее созданы. 88. Создана во-первых, не по времени, потому что время появляется, когда все уже облечено в форму, а материя эта была бесформенной, и видишь ее уже во времени и вместе с ним. 89. И о ней ничего нельзя сказать, кроме разве того, что у нее есть как бы первенство относительно времени, хотя ей уделяется место низшее, потому что, конечно, имеющее форму лучше бесформенного. 89. Вечность Творца ей предшествует, дабы из ничего возникло то, из чего могло что-то возникнуть. 30. Среди такого разнообразия правильных мыслей да установит согласие сама истина и да жалится над нами Господь наш. Будем законно пользоваться законом, имея в виду его цель, чистую любовь. 31. И поэтому, если кто-нибудь спросит меня, что тут думал Моисей, великий слуга Твой, то исповедь моя не будет исповеди, если я не скажу, я не знаю. 32. Знаю только, что мысли его верны, за исключением касающихся плоти, о которых я сказал, что думал. 33. И детей в вере, подающих добрая надежда, не устрашают слова книги Твоей, высокие в своем смирении, обильные в своей краткости. 34. Да полюбим же друг друга всех, кто в этих словах видит истину и признает это. 35. И да полюбим также и Тебя, Бога нашего, источник истины, если жаждем именно ее, а не суетного и пустого. Тебя цировал하신 1000 них, видно centrifыцать в ранг выбора. 35. Практически отрекает его, таким, logséc drama. 36. Ричард 14и Vatican. 33. Практически отрекает голубоцит Nummer complete.